В ближайшие выходные в Полевском, как и по всей Свердловской области, пройдут массовые мероприятия, приуроченные ко Дню Народного Единства. В связи с этим на территории округа вводится особый режим. Все службы экстренного реагирования переходят на усиленный режим работы. В правительстве Свердловской области имеется информация, что существует угроза совершения в период подготовки и проведения массовых мероприятий, связанных с празднованием 4 ноября 2014 года Дня Народного Единства террористических актов на объектах жизнеобеспечения, образования и местах с массовым пребыванием в день. В целях недопущения террористических актов и других тяжких и особо тяжких преступлений, которые могут вызвать общественный резонанс и дестабилизировать обстановку, Дмитрий Коробейников, председатель антитеррористической комиссии, просит усилить работу правоохранительных органов и всех других организаций, от которых зависит жизнь и спокойствие горожан. Обеспечить постоянное дежурство противопожарных и аварийных служб, карет скорой медицинской помощи вблизи объектов мест массовых народных гуляний. При невозможности или нецелесообразной стивилизации этой мира определить маршруты и их передвижения со стационарных и временных баз в необходимых случаях заблаговременно спланировать сопровождение специально транспортными нарядами ДПС, ГИБДД. Обеспечить надежащий контроль за функционированием систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан от ЗАГЖ, АПК «Безопасный город» и аналогичных комплексов. Проверить эффективность взаимодействия операторов этих систем соответствующими реагирующими структурами. Особое место в подготовке праздничных мероприятий стоит уделить проверке зданий и помещений, где ожидается массовое пребывание полевчан. В нашем случае это дворец культуры Северского трубного завода. Именно здесь 2 ноября начнется праздничная программа, приуроченная ко Дню народного единства. По решению председателя комиссии в исполнении правил организации массовых мероприятий, все чердачные и подвальные помещения дворца должны быть проверены комиссией на случай обнаружения подозрительных предметов. Необходимо тогда подготовить письмо на руководителя дворца, соответственно, чтобы данные мероприятия проводили, они в рамках требований, даже не в рамках, наверное, в соответствии с требованиями, которые нам направлены, надо подготовить такое письмо. Подобная работа по проверке чердаков и подвалов должна быть проведена и в управляющих компаниях. Это проверка всего жилого фонда, как в северной, так и в южной частях города. Значит, приказ по предприятию по дежурным у нас есть, аварийно-диспетчерская служба работает, завтра, значит, соберу всех дежурные лица, в том числе начальников ЖЭЛ, будут проведены работы по проверке чердачных подвальных помещений. То есть, до праздника мы все это сделаем, как всегда, все, что, если где-то что-то сломано или сорваны замки, значит, все это сделаем. Помещения проверяют на закрытие, потому что в связи с этими перепусками у нас замки летят, не успеваем ставить. Сами жители их ломают и заходят, и занимаются перепусками. В праздничные дни особый режим вводится и на автотранспортных предприятиях, осуществляющих перевозки пассажиров. И водители, и кондукторы нацелены на предупреждение чрезвычайных ситуаций. С каждым проводится инструктаж на тему, как вести себя в случае обнаружения подозрительных или бесхозных предметов. В администрации в эти дни также будет вестись круглосуточное дежурство, как и на других муниципальных предприятиях. По словам Дмитрия Карабинникова, опыт работы в таком особом режиме у Полевского есть. А значит, можно надеяться, что и эти праздничные дни пройдут без чрезвычайных ситуаций. Ксения Балденкова, Константин Миронов. Новости нашего города.